Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам о одном опасном заболевании, которое, если не лечится, может привести к полной потере зрения или слепоте. Меня зовут доктор Янис Шлезинч, я врач-нейрохирург, практикую в Риге, в Латвии. Речь сегодня идёт о заболевании, которое называется идиопатическая внутричеприптная гипертензия. Это заболевание называется идиопатической интракраниальной гипертензией именно потому, что она характеризуется повышенным внутричерепным давлением при отсутствии явной или очевидной на то причины, например, опухоль мозга. Наиболее часто данное заболевание встречается у женщин средних лет с лишним весом, но также данному заболеванию подвержены и другие группы пациентов. Теперь, каковы же симптомы данного заболевания? Естественно, поскольку болезнь характеризуется повышенным внутричерепным давлением, в первую очередь это головная боль. Второе, это поскольку наиболее чувствительная структура внутри черепа к повышенному давлению это глазной нерв, и он в первую очередь страдает, эти пациенты начинают терять постепенно зрение. Сначала это может быть очень незаметно, потому что они теряют периферическое зрение, то есть человек может видеть хорошо, острота зрения сохранена, но он теряет периферическое зрение. Ну, например, часто такие пациенты жалуются, что им трудно пересекать улицу, поскольку они не видят приближающиеся по сторонам автомобиля, они их не видят. Также это может быть просто неясное зрение. Возвращаясь к головной боли, эта головная боль может быть как и во всей голове, так и в затылке, иногда даже спускаться на шею и отдавать на спину. А также при данном заболевании пациенты иногда жалуются на шум внутри головы. Этот шум является ритмичным, и этот ритм совпадает с ритмом сердцебиения. Как ставится диагноз при данном заболевании? Если к врачу приходит пациент с такими жалобами, как головная боль или какие-то помехи зрения, потеря зрения частичная или неясное зрение в контексте головной боли, конечно же, пациенту надо назначить компьютерную томографию или МРТ, чтобы исключить какое-либо другое заболевание, например, опухоль мозга. Если компьютерная томография или магнитный резонанс не выявляют каких-либо других причин для данных симптомов, пациенту необходимо измерить внутричерепное давление. Поскольку полости спинно-мозговой жидкости в голове и в спине соединены, то есть измерить внутричерепное давление можно, сделав так называемую люмбальную пункцию или прокол в позвоночнике и измерить тем самым давление, которое будет одинаковым как внутри головы, так и в спине. Также косвенные признаки повышенного внутричерепного давления можно выявить у осмотра у офтальмолога. Например, осмотрев глазное дно, можно увидеть отек диска глазного нерва, который тоже указывает на повышенное внутричерепное давление. Теперь, что касается лечения. Если у человека повышенное внутричерепное давление относительно немного или вообще находится на пограничном состоянии, лечение можно начать так называемыми диуретиками или диокарбом. То есть это медикамент, который тоже доказанно понижает повышенное внутричерепное давление. Также, если у человека, у пациента есть лишний вес, то очень важно пациенту привести вес в норму. Если же заболевание сразу же является тяжелым, то есть у человека очень повышенное внутричерепное давление, ясно, что диуретиками не получится вылечить, то пациенту нужно провести операцию так называемого шунтирования. То есть, по сути, это имплантация трубочки, которая удаляет излишки внутричерепной жидкости, тем самым понижая давление внутри черепа. Напоследок я хочу подчеркнуть, что это заболевание, если его выявить своевременно, очень эффективно лечится без каких-либо последствий. И наоборот, если это заболевание не вылечить или не выявить своевременно, то это чревато тяжелыми последствиями в форме с полной слепоты. Если вам нравится наш канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, это нам поможет развиваться. Спасибо еще раз.